А без мода в ваниле вроде не было фатикой после миссии. Да, именно так. Его добавили именно в моде. Вот этот вот модификатор фатики. Что ж. Ждём следующую миссию. Последнюю не сегодня. Какая-то печаль просто. Я вообще не знаю. Чудовищно-вселенских масштабов. Два дня, три дня. Опять прилетела Уфошка, которая собирается сбивать наш спутник. Литник троллинг. Да не говорите. 12 дней до сателлайта. А чё, если загрузиться? То же самое будет? Я просто не знаю. Это уже реально троллинг. Да, игра сложная. Но вот такие непредсказуемые вещи. Их можно, наверное, каким образом избежать? Вообще не сбивать Уфошки. Тупо. Но предыдущая Уфошка тоже, спутник искавшая, была всего несколько дней назад. И у меня ещё не отчинились после этого перехватчики. Стичь сейв для сателлита, да? Возвращение. 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 О! Слушайте, а сейвлот рулит вообще просто и педалит. Вы этого не видели. Серьёзно. Делайте вид, что этого не было. Забудьте. Сожгите свою память. Извод вырежу просто. Я тебя умоляю, тут ассолдкарьеры летают. Искай ингрид Дазмонд. Да. Не надо так часто. Тут не надо так часто реально запускать эти тарелки. 8 влопон фрагментов за одного инжинира. Да вы издеваетесь просто. Может, надо его взять? Одного хотя бы. Сколько у нас инженеров? 13. По-моему, лучше всего под тёплый ламповый стиль Дайса подошёл бы какой-нибудь старый добрый квестик среди 90-х, говорит Бимилл. Ну, может быть, да. Арбузь пока не палит. Да, пока всего 250 человек на СК2ТВ и на Гудгейме там ещё пара десятков. Пока мало. Кстати, Дайс, ты проходил флэллач с Мегамодом? Что там с Невадой? С Мегамодом? Нет, не проходил я. Проходил, по-моему, с каким-то фанатским патчем, который просто добавлял возможность там полёта на вертолётах и всё. Что с Невадой? Да вот неизвестно, что с Невадой. До сих пор пока ничего с ней не слышно. Канцелл репорта. Сразу начинаем строить новый слайд Нексус. Не Нексус, а... Апплинк, конечно же. Четыре сектует корпусом. Да, мы отдаём. Чё, инженера, давайте отдадим. За восемь фрагментов у нас их восемь из девять. Да хватит. Чё там? Итак, в этом месяце внимательно слушаем, как мы себя вели. Невероятно, просто... Неописуемо восхищены нашими успехами, ребята из Совета. Так и быть. Надо так и дальше, точнее говоря, делать и влодиться просто право и налево. Подогнали бабла. 670, но... Часть уйдёт на поддержание наших различных построек, на самолёты, на их обслуживание. Чуть не забыл, что за интерфейс в Циве. Что с Невадой. Когда будешь играть в Циву-6? Говорит он, но... В Бьёндов, наверное, ты хотел сказать. Так, инжиниринг, билд-василитис. Ссылает апплинк. Я бы, знаете, запасной бы, наверное, ещё бы взял, построил бы спутник. Просто чисто на всякий случай. С другой стороны, нужно нам, во-первых, здесь, в офицерской школе, вот, сквад-сайз взять очень нужно. Тактика у офицера тоже не помешает. Кстати, я вот смотрел, когда вводы чужие, у людей там стоило 120 сквад-сайз увеличить, по-моему. А сейчас оно стоит 200. Ну, где справедливость, реально? Надо же всего одна страна ушла. Но это только на первый месяц, она всегда стандартно там выходит, какая-то страна рандомна. Спустив всё на айфоны. Да, айфоны дорожают, можно аж весь наш бюджет на них спустить. Будет ли стрим завтра? Ну, завтра не обещаю. Посмотрим. Я сегодня что-то слишком поздно стримлю, реально, уже почти два часа. Так. Нанять или не нанять? Вроде есть ещё у нас тут мясо, которое можно на миссии побрать. Чё-то у нас у инженера нельзя там. Сапёр. Прекрасно. Вот это вот самое лучшее, что нам нужно. Кто ещё не апнутый? Мистер Хамстер. А, ну да, я никак с экзекьюшнером и тактикал-сенсом не могу решиться. Ну, подумаю. Потом, после стрима, решусь. Тем более, там 11 часов. Ну да, достаточно мало. Это в старой версии было. Теперь этот бонус в Европе, говорит Дезмонд. А насчёт какого бонуса? Вакансии в отряд ещё есть? Вакансии в отряд... Сейчас пока очень туго. Мне бы тех людей, которых я обещал в отряды включить. Там, Бургуа. Вернуть нам нужно... Нужно... Тангакалата, умершего в очередной раз. Знаешь что, сохрани себя чаще, говорит Роллеры. Да. Ничего нельзя продать. Да можно продать, но на самом деле просто... Надо вот это 200. Нужно нанять... Нет, нанимать пока не обязательно. Нужно построить больше лазер-райфлов. Снайпер-райфл. Где там лазер-снайпер-райфл есть? Вот, heavy-lather-rifle-то не то. Лазер-пистол. Снайперки лазерные нет. Почему вообще? Объясните мне. Это что, отдельные исследования теперь? Ну-ка, давайте исследований глянем. Advanced Beam weapons. Ну, видимо, оно... Тут здесь должно быть. Как раз и для... Видите, снайперка нарисована и для воздушных целей, для перехватчиков. Ну, мы сейчас... Элли-наматировалась, заканчиваем. Лазерный снайперка отдельно разрабатывается. Да, вижу. Уже заметил. Советую 3-4 карабина, пока у тебя в тиме инвалиды, говорит Дезмондон. Люди-инвалиды. Люди-инвалиды. А почему карабин, кстати? Реально. Так, лазер-карбайн. 40. Можно там троечку сделать вполне. Диамет вернулся. Не, а пока сейчас не буду деньги тратить. Давайте миссию какую-нибудь пройдем и спать пойду. А потом решу там, между стримами, на что тратить. Элли-нматериалсы готовы. Элли-плейтинг. Импрувэд сальвэдж. Бустеры. Пришельческая металлургия. Лушная баллистика. Чё только нету. Фу-анализис появился. Скаут, файтер. Это позволяет их забивать лучше. Давайте их немножко проанализируем. Быстренько прям вообще. Это же очень быстрое исследование. Это поможет нам к перехватчикам. Бонус даст. Три дня всего. Дело, пока есть деньги, говорят. Денег потом не будет, да. Так, раньше же было раздельное исследование. Да я не знаю. Я уже играл-то когда? Во времена ванилы. И играл во времена релиза. То есть я сейчас только взялся за нее спустя вот сколько там? Год, полтора, два. У меня вся дремота пропала от звука, когда лазер-райфл появился. Ладно. Давайте карабинов две штуки сделаем. Сделаем один лазер-райфл еще. Деньг не осталось. Полностью потратились. Сделит через семь. И стилит облинг через двадцать. Окей. Дайс, позволь мне стать первым мэком. Пожалуйста, грит-роллер. Рано еще. Шесть мелда за два ученых. Да вы офигели просто. Мелд еще мой просить. Мелд. Стингрея. Готовы. Дня через два будут еще. Перехватчики. Что-то с перехватчиками жопа, конечно. Давайте на баланс. Когда будет лазерный дробовик? Кстати, да, лазерный дробовик тоже неплохая штука. Но дробовик такая вещь, которая уже сам по себе немало урона наносит. Что-то успеется. Ни разу не попал. Но. Вот нищеты у нас какие. На агрессию придется ввести. Лучший мяк из ганнеров, а я как раз ганнеры и не качаюсь. Ну ты понял, говорит он, но... Ну да, понял. Ну сбей. Да как так? Столько ударов и не сбить, а? Что ты заодно-то такое? Ну, ну. Просто нет слов. Один полностью промазал, другой бил, бил, не убил. Ну, вообще просто. Затап Дакшин есть. Хэви Эллен Активити. В Сан-Франциско. Хэви Эллен Активити довольно опасно. Берем Аннол, на который не ходит у нас на миссии. Берем Розимика. Берем. Медикам придется брать Изверга опять. Остальные отдыхают. Мутоны будут сто пудов. Лол. Я одного нуба возьму. Только одного. Ганнер, Скаут, Медик. Нужно ли нам Ассолд и Линфант не нужно? Давайте Рикпойнтнер возьмем. Медик есть, да? Ассолд, Скаут, Ганнер, Снайпер возьмем. И нуба. Насельника, а можно мне слем, говорит Изверг. А то в прошлый раз надышался кислотой. Ой-ой-ой. И дышал он кислотой. Хорошие ребята кончились вообще просто. Вот это вот возьмем. Ганнеру нам нужно скуп. Смог гренету. Да, пусть будет дымовуха. Скауту, Флэшку. Все нормально. Снайпер учен. Снайперу Медкит, конечно, и скоп. По-моему, у этих же снайперов отобрал скопы, потому что они типа уже были, да? Пехотнику. Это у нас рикпойнтер. Гранату обычную. Медику, конечно, медпакеты. Да и что я делаю? Лишний раз не туда нажал. Так, конечно, все бойцов-то привезешь обратно. Да, обязательно. Но баф все на голое тело. Но он такой, знаете, ему жарко. Хочется раздеться, полегче какой-нибудь броник надеть. Так, скоп еще один есть. Лазер сайд. Еще граната. Потому что пользы от него, кроме гранаты, я чувствую, никакой не будет. У снайпера так. Здесь так. А что у нас есть еще один? Этот, как его? Третья сайд. Скоуп. Да, у нас еще третий скоуп есть. Кому на третий скоуп выдадим? Ну, конечно же, рикпойнтеру. Рикпойнтеру вместо лазер сайда скоуп. Окей. Флевансон говорит, как житян для меня. Ну, вот она и будет, видимо. Или нет. Посмотрим. Вот. Сложно все, понимаешь. Миссия сложная. Как-то надо тащить. Ганнер, Скаут, Медик. Все затарены. Флешка, дымовуха. Ну, в общем, нормальный набор нас по их полетели. Продолжение следует... Стоит. 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 убили самое главное лайка босс ну да чё поделаешь щита поделаешь здесь у меня очень смущает вот но он как расположен но разимик давайте сюда поставим из там кого-то видит разимик снайпером нужно стать зелёпом гранату никуда не добросишь стоит зелёпом верь мы надеемся господа ну чё мы фулл кавери пробуем есть двоих уже сразу с начала хода почему ты не возьмешь нормальный пулемет спрашивает дезмонд ну потому что с ним нельзя передвигаться нормальный пулемет надо брать второму ганеру когда у нас будет возможность два ганера брать вообще залечь до изгоев доходили это не изгои это никс золото от немножко другое как там переводится не помню золото не эксайлы чем хочу сказать так ну и чем где враги там про и куда-то все внезапно кончились сюда отходим здесь вообще не могу сюда дэшнуть чем мешает мне скажите сюда дэш васю и сюда тоже вроде бы не дэш а из-за вот этой штуки то есть либо напрямую через вот так вот шел путь я мог сюда подойти ясно ясно понятно они все за ссали улитая да мы они просто за подмогой побежали фиг они вам засуд новичок живи тебе самое главное получить немножко опыта с этой миссии флион сын говорит посмотри выше мое сообщение завтра найму найми пара на боку потом пробегись по новичкам и выбери лучшие характеристики не хочу мертвым быть кто же хочет никого вообще просто и тишина нового ганера поближе подвинуть как бы можно конечно почему бы нет но нереально убежали их нету поворот снайпер оставим на вот эту позицию где он будет у нас делать стади вопон регулярно мупца мупца сюда дальше бедлам горит сейчас прок на трэш и вайп тихо слишком тихо да я согласен что какая-то фигня происходит справа заходит на том не на чем там звуки оттуда доносится причем там две группы они отбежали в сторону какой-то группы сейчас я реально мало того что найду тех кто убежал но еще и спулю новую группу дамаг пошел прекрасно а ну нет я думал сейчас останется в таком положении но он не хочет кто у нас что может давайте начнем с тех кто может только одного стрелять тем более 69 процентов добить его почти 70 отлично рикпойнтер молодец дальше снайпер может одного стрелять но мы перед тем как его стрелять повесим холод таргетинг давайте может снайпер на крышу да давно думал об этом так это у нас анну зелкил сейчас дашность ладно я на следующий ход подойду давайте на крышу идея хорошая просто сейчас нам открою местность и увижу еще врагов ай 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 так где у нас там был изверг давай сюда давай сюда давай сюда драку и с этого времени стало мемом волос их город а в этой игре я грек забавное совпадение это из раздела типа того что чё у нас будет лан не буду сейчас этим заниматься а то уже спать хочется надо было перезарядиться по-хорошему привет запейн кстати не забывайте поставить плюсы если кто-то забыл поставить плюсы как вы могли вообще так шнайпер шнайпер может ли подняться на крышу а он не может добежать до сюда не хватает чуточку он сначала разведать вот так вот уже снайпера двигать Отлично. Привет, это с модами или оригинал? Это с модами, да. Без модов скучно. Так. Пожалуй, я отступлю. Снайпер видит одного, но стрелять в него не будет. Потому что он не может это сделать вообще. В общем, никакой крыши, господа, там слишком опасно. Я сюда боюсь подбегать, там еще одну группу с пулю просто тупо. Так, сюда. Здесь Overwatch. Здесь так вот подходим. Перезаряжаемся. Стеллф моды. Вот она, стелс, летающий стелс пехоты. Не послышалось ли она сказала, бей, говорит, бедлам. Молиться буду на завтрашний стрим. Ты хоть как-то сессию разбавляешь. Ах, сессия. Ну и че? Все на Overwatch стоят. Неплохо. Вот неплохо. По-царски просто. Главное, ганера. Отлично. Второго. Третьего давайте. Че вы жмете-то? Звездец. Вот в этот момент должны были появиться Финнманы. О, на хай-граунде засел. Отлично. Нам такую технологию можно было бы в дневнике незаметно проносить им родителей. Какую технологию. Так, здесь вариантов других нету. Вообще, сколько у нас возможностей. Вообще, главное, основную нашу мощь боевую взяли. И вот надо с этого начать, потому что нужно ганера отводить. Он немножко, так самую малость, фланкнутый. А, нет, фланк это потому что они над ними висят. Ясно. Завтра четыре. А здесь даже целей нету. Ну просто вот. Десять из десяти. Так. Почему я не могу подойти сюда, объясните мне? Что мне мешает встать в этот квадрат? Что тут еще один находится? Четвертый какой-нибудь? Вы издеваетесь просто. Ладно. Один урон просто. Вообще, нет слов. Нету слов, одни эмоции. Так. Почему я не могу сюда встать? Реально, здесь сикер должен быть. Там инвиз. Ну да, я понимаю, здесь инвизный ЧАЗин, видимо. Это аформативно. Пробуем прибить. Хоть так. Ууу, какой урон. Да. Фрэнли фаера нету, да. Поставить, что ли, сюда. Сложный вопрос, конечно. Че делать? Как быть? Кто виноват? Так, чтобы нас не отфланкнули. Сюда подходим. Стоп. Отфланковать на сердце двое. Они присосались к бойцам. Восемь издавая. О, отлично. Сорок шесть процентов. Мало, конечно. Лучше залечь. Но других вариантов-то нету. Есть. Одного убили. Хорошо. По хитпоинту вход теряем. На ком. Это вайп? Нет, это не вайп. Где вы вайпы здесь видели? Что в чате вайп появился? Так. Еще один. Отпустил? Нет. Не отпустил. И нас не отпускает. Так, нас просупресили. А, нет, это супресит ганера. Кто у нас ганера? Аном? Да, он ганером является. Ну, попытается сбрить вот этого. И не попадает. Тупо не попадает. Можно, конечно, убить его. Но. Здесь аутфланг однозначный. С этого будет. Поэтому его и надо убивать. Правильно? Правильно. Тут кого мы можем пострелять? 48 процентов. 45 процентов. 1 процент. Давайте 45 процентов постреляем. Ну, очень-не очень. Здесь остаться можно? Можно. Мы, кстати, с опроса, да. С этой стороны же. Поэтому стрелять нельзя просто так. Хочется, конечно, убить. Гарантированно со стопроцентным вариантом. Осталось только двое. Двоем присосались пиявки. А здесь вообще релот будет. Но. Здесь не страшно, пока его присасывают. Как же правильно-то сделать? Сопрес снимать. А мы не можем сопрес снять, потому что вообще невидимый он. Поэтому вот этого, наверное, чтобы нас не обходили с флангов. Перезарядились. Отступает. Молодец. Правильно делает. Оставьте нас в покое. Мы хотим жить в мире. Во. То, что надо. А здесь сколько у нас здоровья осталось? Одно? Да вы шутите. Да не, вы должны быть шутите. Даже так. Лол. 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 Все, броня съела. Ну, попади, пожалуйста. Нам нужно, чтобы остался... Кто там у нас? Приход это был в этот раз живой. Есть. Тебео в инферно. Есть. 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 Просто невероятные приключения Рикпойнтнера. Рикпойнтнера срочно поднимать. Нужно лечить. Так, Рикпойнтнер поэтому подбегает сюда. Давай. Принимая лечение. Лечебные процедуры. Повезло? Да, повезло. Но, с другой стороны, не повезло нам то, что одновременно вот так опять они активировались. Так. Кто еще у нас сильно пострадал? Ну, здесь можно вот эту аптечку заюзать или не нужно? Нет, не нужно ее юзать. Нам нужно юзать аптечки так, чтобы при этом... А, у него же, да, был парамедик. Отлично. Так, аптечки нужно юзать. Но... Перезаряжаемся. Так, чтобы оставалось желательно аптечки две. Сейчас, не останется две аптечки. Все это закончится тем, что, если упадет один медик, его некому будет поднимать. Ой, я пистолет перезарядил. Не зря тут говорили про свормининг или активити. Там кто-то двигается. Новичка убили. Лонбленд. Если ты все еще здесь, новичка убили. Ты понимаешь, что это значит, да? Внезапный врыв такой. И хоп, нет новичка. Апгрейднулся, бедняга. Снайпера здесь оставлять нельзя. Снайпера нужно поставить как-то так. Или так. Был пацан, нет пацана. Так, ребята, найдите, знаете, лечением будете заниматься где-нибудь в более интимной обстановке. Срочно нужен некромант. Или целых два. Отступаем. Отступаем. Ставим здесь. Стретьевелпун. Тут... Стретьевелпун. Стретьевелпун. Ай-яй. Ай-яй. Давай встань сюда. Ждём в гости. А он там сидит где-то с углом. Дрочит. Гребнами поглядывает на нас. Мирзкая тварь. Убей же его. Ещё промазал. Ещё умри, попробуй. Нормально, живой. И то хорошо. Спасибо, что живой. Так. Делаем холло-таргетинг. Возможно, прибиваем. Ну да. Так и говорил, прибиваем. Где этот мод можно заиметь? Но вообще Long War есть такой мод, который в гугле набираешь, и открывает тебе страничку Нексуса. Нексус мод-менеджера. Или просто... Как он там мод-менеджер от программы же их. В общем, на Нексусе. Его можно найти. Мы с двумя группами разобрались. С финменами... А, нет, с флоутерами ещё не разобрались. Там два флоутера убежало куда-то там. Были же флоутеры, которые улетели и обещали вернуться. Помните? Они до сих пор тут не появились. Роджер. Трекинг. Слушай, Тейса, когда я видел... Троллировано... Сейчас опять сбоку кто-нибудь появится. Понимаете, он в прошлый раз из дома же появился. Я не знаю, что делать. Как это сделать более-менее... Безопасно. Потому что здесь становилось, как оказалось, опасно. Мой! Станешь тут? Кого-нибудь активируешь? Давайте. На Overwatch. Так. Плазму ещё не изучил или недавно начал? Да, недавно начал дня. Сейчас какой у нас день? У нас третий день стрима. Только лазерки делаются. Плазма там ещё хрен знает, когда будет. А вообще чё? Роллер. Ничего не понял. Тут конец карты, поэтому мы пойдём в эту сторону. Потому что тут вряд ли появятся новые бойцы прямо оттуда вам. Давайте встанем так. Сюда тоже сваливаем. Хотя... Сваливаем на следующий ход, наверное, рекоймером. Ещё сикеры. Убей, пожалуйста. У меня тут не слушают меня бойцы. Просишь, говорит, убей, убей. Все мёртвые из мемориала молят тебя, убей. Ты не можешь. Кто ты после этого? Естественно, там все растянуты, кто где. Но зато мы видим вот этого. Отлично. Таргет изменирован. Надо бы это просто. На скелет. А, у этого холод таргетинга ещё даже нет. Ну... Дальше. Поехали! Отлично! Просканив. Отлично! Приживший таргетинга сомн. Кстати, Неремный. На преобладе. Извините. Стеллс пришли, зараза. Ты не видишь, что многоточие, говорит Анно. Ну, многоточие, так многоточие. Мне-то шо? Ждем гостей. Лечиться уже нечем. Гостей нужно принимать как-то во все оружие. Здесь тоже. Отлично. И два промаха. Просто вообще, красавцы. Ну, там вплотную было, конечно, снайперам сложно. Нужно вплотную попадать. Бери с собой сканеры. Да, но надо отряд побольше сделать для этого хотя бы, чтобы было кому-то оскать сканеры. Так, у Ригпоинт наружу повышение. У Розимик. А, вот я знаю, кому нужно. Анно, ну, а не, у него уже есть повышение. Ну, я не знаю, что-то есть. Ты можешь взять немного оружия? Где ж твой друг-то? О! Ну хоть кто-нибудь, давайте, сможет. О! Опять! Тентакливые монстры любят... Кого у нас там? Извергам. Изверг очень нравится тентакливым монстрам. Ещё один килл для России. Извергриды, вы издеваетесь? Нет, им просто ты нуравишься, вот и всё. А это были последние. Что с лотерами, наверное, их убил, не заметил просто. Бедный новичок. Каверинг фаер. Здесь флаш. Здесь. Кто-то у нас должен быть снапшотами. А что с прециженшотами уже есть снайперы. Иксбард будет у нас со снапшотами. Он будет мобильным снайпером. Здесь холло-таргетинг. Иксбард. 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 У нас теперь есть деньги какие-то. Мы почти что богаты. UFO анализ скоро закончится, но произойдёт это уже на следующем стриме. Сегодня я закончу. В общем, череда фейлов. Надеюсь, у нас рано или поздно с приобретением опыта, как мной, так и бойцами, прекратится. И мы обязательно победим, где наше не пропадало. Так что, на сегодня, пожалуй, давайте сейв сделаем. Завтра ждать стрим. Ну, я, с учетом того, что полтретьего спать, ложусь. Вряд ли. Хотя следите за нотами. Может и будет. Вот. Для того, чтобы стримы были регулярные, надо стримить чуть меньше. Понимаете? Чтобы не уставать за стрим, потом не просыпаться с больной головой с утра. Потому что ты всю ночь, в общем, играл. Так. Ну, это еще не вся ночь. Но в любом случае. В любом случае. Напомню вам, господа. Не забывайте о том, что вы можете подписаться на ВКонтакт или Твиттер. Там всегда есть воды. Не воды. Я уже, видите, заговариваюсь. Воды-то есть на Ютюбе. А там есть анонсы. И анонсы вы узнаете о том, когда следующий стрим именно через ВКонтакт или Твиттер. Я с вами прощаюсь. Всем самого наилучшего. До новых встреч. Пока. Пока.